Я сразу скажу, что здесь я выписываю точные формулы руки. То есть, если у нас иногда бывают ситуации, когда можно что-то поменять, чуть больше общности, чуть меньше общности, здесь я специально пишу, что называется ровно то, что надо. Здесь слова важны. Здесь важно, что непрерывно на отрезке, непрерывно на отрезке, кстати, я мог бы обойтись непрерывно в точках А и В, в концовых точках отрезка, и дифференцируемо, то есть, имеет производную, во всех внутренних точках. На самом деле, я не требую, чтобы были производные в концах, то есть, на сторонних производных, они мне, если честно, не особо потребуются. Так вот, доказывать эту теорию мы будем довольно естественным образом. А именно, сначала давайте рассмотрим такую функцию. H от X. Это есть F от X минус G от X. Скажите, пожалуйста, какие очевидные свойства у этой функции? Чему равна ее производная в любой точке С? Разности производных. То есть, сколько будет? F штрих от С минус G штрих от С? Ну. Таким образом, мы на самом деле должны доказать такую штуку, что если производная в некоторой функции во всех внутренних точках равна нулю, а сама функция непрерывная на отрезке, то эта функция является постоянной. То есть, на любимом языке физиков. Если точка все время стоит, то она все время стоит на одном месте. Согласны? Нет, для физика это вот, если называется такая штука. Если производная во всех точках существует, оказывается, что особо просто не докажешь. Единственный способ доказать, который я знаю, это теоремы я фактически умею доказать, только если знать формулу конечных приращений Лагранжа. К счастью, эта формула в высшей степени важна вообще для анализа, и поэтому, даже если бы она здесь не использовалась, ее учить бы вам все равно пришлось. К счастью, она является абсолютно очевидной наглядно. Поэтому, опять-таки, это не то, что какое-то такое искусственное утверждение. Поэтому, мы сейчас делаем следующее. Во-первых, я рисую картинку, которая объясняет формулу конечных приращений Лагранжа. Во-вторых, я выписываю, как из этой самой формулы следует, ну, собственно говоря, вот то самое утверждение. Ну, а дальше мы будем доказывать формулу конечных приращений Лагранжа. Значит, картинка очень простая. Любимая картинка разных учебников анализа. Значит, представьте себе, что есть какой-то график. Возьмем и проведем отрезок, соединяющий вот эти вот точки. Все понятно? Замечательно. Так вот, формула конечных приращений Лагранжа гласит, можно провести касательную, которая будет параллельна этому отрезку. Ну, на самом деле, на той картинке, которая у меня нарисована, можно провести даже несколько. но это вовсе не обязательно, потому что, в принципе, представьте себе, дуга могла быть вот такая, да? И тогда такая касательная была бы единственная. Но формула конечных приращений гласит, если имеется некоторая функция H, непрерывная на отрезке А, В. Разумно? Разумно. Вот и пишем. Если H определена и непрерывно на отрезке А, В. Причем во всех внутренних точках отрезка давайте интервала. То есть, как будто в кубке я пишу. Во всех внутренних точках существует производная, существует величина H' С. Я понял, что это производная. это предел H' С плюс Y минус H' С делить на Y. Замечательно. Внимание, то существует в таком случае непременно такая точка, для которой то существует такое число, что выполняется некоторое равенство. Это равенство называется формула конечных приращений лаканжи. кто его сформулирует? Да, пожалуйста. H' штрих от С это H от B минус H от A делить на B- разумеется. Что такое H от B минус H от A делить на B- это тангенс вот этого угла. Согласны? Вот это называется H от B минус H от A. H от A вот это называется B минус H. Отношение это тангенс. Производная, как вы помните, это тангенс угла наклона. То какую кривульку не вести, обязательно в какой-то момент у вас скорость будет. Понятно? Кстати, все понимают, что это? Для фонницы одной переменной, которая принимает значение не числовое, а на плоскости, что это может быть просто не так. Есть такая очевидная мысль. Вот смотрите, вот я вот сейчас иду, вот, и представьте себе, что я буду ходить не так вот взад-вперед, да, вот, нет, а я вокруг колышка. Ну, здесь неудобно, здесь мало места, а представьте себе, что я бегу вокруг колышка один раз. Что у меня тогда? У меня тогда в каждой точке скорость не нулевая. Согласны? А если посмотреть на мою среднюю скорость за вот все это время, когда я бежал, то она нулевая. Где я буду, туда я вернусь. Значит, нулевая скорость. Ведь что такое H от B минус H от A делить на B минус A? Это средняя скорость, правильно? Все, все приращение функций делить на все приращение аргумента. Это средняя скорость. Что утверждает формула конечных приращений, что если движение происходит вдоль прямой, то хотя бы в один момент времени средняя скорость равна мгновенной скорости. А штрих от C это мгновенная скорость. Так вот, если я бегу по плоскости, то можно все время бежать с некой скоростью, но скорость будет меняться при этом. Так что средняя скорость будет нулевая, а в любой момент времени я иду по прямой, да, по плоскости. А вот вдоль прямой так не бывает. Так вот, это, повторяю, Лагранж. Это действительно великий математик и очень приятно, что эту одну из важнейших формул анализа назвали его. Значит, господа, все понимают, что из теоремы Лагранжа вот эта теорема мгновенно следует. Это надо просто взять и вот для этой функции иметь формулу Лагранжа. У нее производная по всех точках равна нулю. Значит, H' от C это нуль. Какую точку C не бери. Понимаете? Я не знаю, даже буквально тоже написал. Здесь и здесь. Вот нужно ту теорему, которую мы еще не доказали, но сейчас докажем, применить к этой функции H. И тогда у нас здесь будет нуль, ну а значит, эти штуки равны. И значит, функция H постоянная. А почему производная H от X равна нулю? Потому что это есть разность в телефонах. А почему производная разность равна разности производных? Потому что предел разности разности пределов в том, что на это чьи. А, да. Вот, нормально. Так вот, значит, ребята, сейчас очень важная вещь. Откуда получить формулу конечных превращений Лагранжа? Ну, конечно, любой нормальный человек скажет, что надо сделать так, надо мысленно, взять прямую и так приложить. Да? Ну, если честно, примерно этим мы сейчас будем заниматься. Только надо как-то вот эту наивную мысль, что взять и двигать, 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 и в какой-то момент коснется. Эту мысль надо просто уметь четко формулировать, ну, чтобы это была не наивная конструкция, чтобы все понимали, что это математика. Хорошо? Да. Хорошо. Оказывается, формула конечных превращений Лагранжа следует из теоремы Ролля. Нет, вы не думаете, вы не думаете, теорема Ролля будет следовать из теоремы Ферма и теоремы Вельштейнс. Ага, как бы цель уходить. Так что, нет, это не струншение из теоремы Ферма. Дело в том, что, если бы я вам рассказывал, что называется по порядку, то вам в каждый момент казалось непонятно, зачем это надо. Потому что реальная цель состоит, услышите, реальная цель состоит в том, чтобы научиться считать интегралы. Это действительно полезно, это нужно и в физике, и в химии, бог знает где. Действительно, интегралы считать надо. Для этого нужна формула Ньютон-Лейтс. Понимаете, да? А все, что я сейчас делаю, это то, что называется обоснование. То есть, я должен строго объяснить все эти вещи. И поверьте, что, если бы я начал с теоремы Вельштраса, она звучит так, что у непрерывной функции на отрезке обязательно есть максимум. То вы бы мне сразу ответили, ну и что? Ну и есть максимум. Понятно, что есть. И, конечно, если мы бы это все равно доказывали бы, это было бы гораздо скучнее. Так, гораздо чутьче. Когда у всей системы какая-то теорем, то любой из них труднее врываться. Итак, теорем Ромер. Формулировка практически такая же, как у Лагранжа. Если Эльт непрерывно на отрезке АВ. Непрерывно на отрезке АВ. Заметьте, пожалуйста, я приобрету да. причем во всех внутренних точках С интервала АВ существует существует это самое Эль штриха С. И, внимание, сейчас добавляются очень важные вещи. причем Эль от Б равно Эль от А то существует какое число на интервале от А до Б. Какое? давайте так же как для Лагранжа я нарисовал картинку давайте я нарисую картинку для роля если честно практически то же самое только те две точки надо взять на одном вот вот отрезок а график функции он может туда я не знаю какой-то такой так вот утверждение состоит в том что в какой-то точке у нас производная будет равна 0 понятно понятно смысл такой есть такая точка С середина отрезка есть такая точка что производная в этой точке равна 0 все уже понимают почему я сказал что мне потребуется теорема ферма и что мне потребуется теорема верстас нет кто из них кто это догадаться не знаю верстас это что такое это вы сказали то что на отрезке есть максимум молодец вот значит смысл такой что на отрезке есть максимальное и минимальное значение замечательно а что будет утверждать теорема производная равна 0 что есть точка максимума то производная там будет равна 0 понятно идея то есть есть самая высокая точка есть самая низкая но на самом деле тут такая ситуация может быть нам самая низкая точка графика не подойдет это если график выглядит примерно так тогда берем самую высокую наоборот если график выглядит примерно так то берем самую низкую а если не самые высокие тут важно чтобы внутри а если не самая высокая не подходит не самая низкая не подходит это означает извините что это просто отрезка тогда горится любая так вот прежде чем формулировать точно и доказывать теорема вершта и теорема наферма давайте сделаем такую вещь давайте все-таки поймем как зная теорема роли доказать теорему лагранжа типичная совершенная ситуация состоит в том что значит весело и бодро говорят теорема роли является очевидным последствием теоремы лагранжа потому что если аж от б равно аж от то понятно маленькая проблема все на самом деле совсем наоборот потому что она конечно следствие только доказываем мы сначала роля и потом из нее уже лагранжа а вовсе не наоборот как хотелось бы кое-кому все понятно отлично ну честь взять и отремонтировать представьте себе вам дали вам дали вот такую штуку ой кстати иногда говорят так еще вторая ошибка которую довольно часто делают те кто изучает науку говорят следующее что чтобы доказать теорему лагранжа а давайте мы сделаем так повернем оси координат и как раз получится ситуация теорема роля ответ к сожалению ничего подобного дело в том что эта штука она могла очень сильно выйти вверх тогда когда вы повернете эта штука вообще перестанет графиком функции понимаете идею да вернется как а логонь не но а представьте здесь не так а высоко 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 представила а теперь поверни голову так чтобы вот это было а вот это ординат и 1 и скажи пожалуйста сколько белых точек поняла она может просто перестать поэтому вот эта идея что а мы повернем оси координат она здесь совсем работает а вот то что сказал Андрей действительно работает итак чтобы получить лагранжа из роля мы вот представьте что ремни доказано мы берем и делаем так вместо функции h рассматриваем новую функцию давайте я ее напишу l от x это есть h от x минус Андрей вы сказали вычесть вот эту прямую вопрос как формула написать какой угловой крестор до этой прямой вот вот этот да вот я ее напишу минус h от b минус h от a делить на b минус a и умножить ну я вам так скажу можно на x но разрешить пробь отдаваться на x минус a объясняю почему как только я написал так ну во-первых с точки зрения производной ничего не изменилось потому что а это постоянная величина вот это постоянная величина и производная от этого равна 0 правильно это деференцирование ничего не будет а вот подставлять числа а и b теперь это одно удовольствие объясняю что такое l от a a минус а это 0 поэтому l от a это то же самое что h от a замечательно господа а что такое l от b конечно это надо из h от b вычесть а здесь смотрите как классно b минус а и b минус а сократится значит надо будет вычесть h от b минус h от a а это сколько это h от a таким образом формула подобрана таким так что l от a равняется l от b поняли значит можно применять теорема роли к такой функции l значит в некоторой точке производная равна 0 в некоторой точке c а что это означает это означает что h от c как раз равно этому производная от из минуса 1 так все значит лагранжа из ройда я все теперь лагранжа хотя еще по разным поводам она в анализе используется наиболее важный момент это когда получается оливит и лора для синуса для косинуса для других для экспонентов для любых нужных вам функций когда вы выписываете на самом деле там существу используется формула конечных превращений так так вот сейчас я должен сформулировать вам теорему верштрассе хочу формулировать непрерывная функция на отрезке обладает максимальным и минимальным значением на компакте и теорема фирма если число с принадлежит интервалчику и л от с максимальное значение причем л штрих от с существует то л штрих от с равняется между прочим когда вы будете выполнять в курсе алтега упражнение типа найдите максимальное значение функции между прочим обоснование для способа как это всегда делается в учебнике для стандартного школьного способа оно ровно вот это теорема фирма совершенно верно по пошкольному правилу если ищешь максимальное минимальное значение то надо посчитать производную приравнять 0 а дальше внимание рассмотреть точки где производная равна нулю и точки где границу разумеется вот границу посмотрите то есть чтобы равнялась нулю надо чтобы она существовала чтобы точка была внутренняя поэтому граничные точке надо проверять отдельно и точке где производной нету надо тоже проверять отдельно ну и нули призвол замечательно теорема фирма это абсолютно очевидна более того первым человеком который по-настоящему стал ее использовать был вовсе не фирма а кеплер нет это не говорит что фирма это не знал фирма это разумеется и знал и использовал более-менее в то время это все возникало но очень активно кеплер это использовал так что у него даже есть книжка остереометрии винных почек вот это пожалуй первая книжка такая серьезная книжка по математическому анализу одна из первых понятно что любая наука возникает не в одну минуту вот и там это очень все хорошо прописано итак кто объяснит понятно что методом противного нам нужно доказать что если она существует то она равна нулю предположим что она существует и положительная что тогда это очевидное утверждение это очевидное утверждение обречается ага там данная ее точка что это определение нейтрированной функции и ну ну давай все правильно вот пусть у нас мы возьмем здесь какую-то точку да и рассмотрим глава экспертиза такой прямой все же сказали что производная больше производная она больше ну мы предположим а мы предположили что она больше ну предположим что она больше я не пьем на это предположить нам нужно доказать что число равнозу да понятно что мы должны отдельно предположить, что оно положительное при получить противоречие и что оно отрицательное, тоже получить противоречие. Или выходить по-другому? Сейчас я подумаю. Я сейчас не знаю, это подсказка. Все в 10 раз лечит. Предположим, что нам больше надо. С другой стороны, заметим, что какую бы точку вот здесь мы взяли, значение функции в ней будет меньше, чем, не больше, чем операция. Ну, значит, их угловой коэффициент будет неположительным. Ну, значит, если мы устремим вот эту точку вот этой точке, то, соответственно, предел будет у нас тоже неположительным. Ну, если у нас есть какая-то последовательность, у которой все члены неположительные, то у них не может быть положительного предела. Все понимают? Да. Ну, вы абсолютно правы. Давайте еще раз напишу. Значит, господа, все, что от вас требовалось, это просто написать вот такую формулу. Ой, L'C. Внимание, это предел, правильно? Да. Чего предел? L'C плюс H минус L'C делить на H. Разумно? Когда H стремится к нулю. А теперь обратите внимание, Андрей нарисовал абсолютно разумную картинку. Вот у нас есть точка максимума, да, точка C. Смотрите. Берешь H положительное, получаешь вот это частное, в числителе у нас стоит неположительное число, взаимодействие положительное. Это частное меньше или равно, понятно? Понятно? Вот. Берешь H отрицательное, тогда здесь стоит число отрицательное, а здесь по-прежнему что? Вот из этого почитается это. Меньше или равно нуля, так? Меньше или равно нуля, а здесь меньше нуля, частное будет какое? Положенное. То есть вот угловой коэффициент такой прямой, не отрицательное, не отрицательное, да. Но у нас это число является пределом, то есть к нему сколь угодно близки и неположительные, и не отрицательные числа. Вы понимаете, что если бы эта штука была бы, скажем, положительная, то при всех достаточно маленьких H у нас получилось бы, что все эти штуки положительные, а это находится в противоречии существованию вот этих вот точек. Если бы наоборот эта штука была отрицательная, то мы бы посмотрели на эти точки. Все? Все. Ну что, мы хорошо продвинулись сегодня. Теперь теория между H.